Многодетная семья Хаматулиных переехала в трехкомнатную квартиру по адресу 3-й бутырки, дом 3, корпус 9, около двух лет назад. И буквально через месяц они обнаружили черную плесень на окнах. Постепенно она стала расползаться по квартире, и сейчас ее следы уже заметны во всех жилых комнатах, в ванной и даже на балконе. Над окном, на лоджии, над лоджией, тоже все было покрыто толстым слоем плесени. Противоположная стена, если вы посмотрите, она тоже была вся в плесени. И поскольку сюда, на эту лоджию, выходит у нас и кухонная дверь, и дверь с комнаты двойняшек, проветрить комнату и у детей, и на кухне было невозможно. И врач детский нам вообще запретил проветрить помещение, так как у одной из девочек у нас серьезные заболевания, кожная экзема. То есть ей дышать плесень так же, как и нам было противопоказано. По мнению Ольги Александровны, плесень появилась из-за недоделок при строительстве. Наружные углы дома должным образом до сих пор не утеплены. С жалобами на черную плетень Ольга с мужем обращались во многие инстанции, в местную же областную жилищную инспекцию своему застройщику. В итоге работники строительной компании, на гарантии которой находится сейчас эта многоэтажка на третьих бутырках, сбили плесень перфораторами и установили пластиковые откосы на окнах и панели в лоджии. Я добилась того, что нам полностью поменяли все окна в квартире, так как независимая экспертиза в марте этого года установила, что окна установлены очень некачественные, окна промерзали все, и мы затыкали дыры буквально одеялами прошлой зимой. Нам поставили еще в жилые комнаты у детей и у нас с мужем вентиляционные клапаны. То есть если на улице сильный ветер, и вы придете к нам в гости, вы услышите необыкновенный свист, как будто у нас соловьи в доме поют. Это работает вентиляция такая, оконная. Но при этом вентиляция ни в ванне, ни на кухне не работает. Однако плесень уходить не собирается. В квартире трудно дышать, и у членов семьи начались проблемы со здоровьем. К сожалению, дождались плачевных результатов. У сына у меня предраковые заболевания, его не взяли в армию. У него было уже дважды воспаление легких. Мы с мужем постоянно кашляем, дети наши постоянно болеют. То есть после переезда в эту квартиру мы стали чувствовать себя намного хуже. Хотя до этого жили в двухкомнатной квартире Семирон на 27 метрах. Здесь у нас 87,3 квадратных метра. Казалось бы, свобода, дышать свободно, но, к сожалению, дышать уже не хочется. И в любую свободную минуту мы стараемся уходить на улицу, особенно летом. Сейчас семья Хаматулиных собирает документы, чтобы эту квартиру признали непригодной для жизни. В общем, это очередная история на тему брака при строительстве жилых домов, когда из-за халатности или жадности застройщика люди вынуждены расплачиваться неудобствами, а порой и своим здоровьем. На деле получается, что исправление недоделок – это забота самих жителей, но никак не строителей. К сожалению, такие случаи в нашем городе отнюдь не редкость.